Предприниматели и представители власти встретились сегодня на деловом завтраке в столице Чувашии. Такой формат предполагает свободное общение и в бизнес-сообщество с удовольствием этим воспользовалось. Подробнее Ирина Волкова. Неформальная обстановка расположила к открытому и честному диалогу. Сегодня Чувашия в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив входит в первую двадцатку регионов. Из сильных сторон подготовка профильных кадров для производств, которые есть в республике. Мы сейчас получаем еще дополнительные федеральные инвестиции. Оснащать будем производственные лаборатории в учебных заведениях среднепрофессионального образования, высшего профессионального образования. Здесь практически касаясь химической промышленности, касаясь организации электротехнического кластера, касаясь строительной отрасли, агропромышленного комплекса. Работать предстоит над производительностью труда. В регионе сложился низкий уровень зарплаты и средний душевой доход на человека. Еще на недостаточном высоком уровне еще не хватает, может быть, где-то уже и компетенций, и качества консультационных, методических услуг. Конечно, это мы признаем. На это, в принципе, и направлены и все мероприятия национального проекта малой и средней предпринимательства. В рамках же национальных проектов по всей России планируется резко сократить число мешающих бизнесу законов. Для этого будет использован инструмент регуляторной гильотины. И здесь как раз подсказать могут сами предприниматели, какие законы уже моральны или физически устарели. Учитывая, что здесь руководители, которые непосредственно знают свои отрасли очень глубоко, обращайтесь, пожалуйста, к нам, если вы видите, что старый СНИП, САНПИН или стандарты мешают реально развитию бизнеса. Их у нас больше 23 тысяч. Чтобы осуществить экономический рывок, реформу контрольно-надзорной деятельности проведут к 2021 году. Сейчас в России около 9 тысяч норм и правил, которые регулируют ведение бизнеса. Поскольку в рамках все той же самой регуляторной гильотины меняется отношение к бизнесу, хотелось, чтобы налоговые органы подходили к вопросу контроля бизнеса не с позиции виновности, а с позиции партнерства. Предлагаю снизить нагрузку налогооблагаемой базы фонда оплаты труда, то есть отчисления вне бюджетной фонды. Федеральная налоговая служба, она всегда являлась и будет являться партнерами для наших налогоплательщиков. Я еще раз повторяюсь, мы являемся сервисной службой. Мнению, что в Чувашии стало меньше предпринимателей, якобы они уезжают из республики, противоречит статистика. 33 тысячи предпринимателей сейчас зарегистрировано, в прошлом году их было 25 тысяч. Планируется увеличение продуктов кредитования в 6 раз. О чем идет речь? Это все-таки финансовая поддержка? И какие планируется внести изменения? Со следующей недели вносятся изменения в процентную политику. Предприниматели, зарегистрированные в моногородах, предприниматели, зарегистрированные в приоритетных отраслях экономики, это резиденты территории опережающего развития, бизнес-инкубаторов, женщины-предприниматели, предприниматели, которые занимаются экспортом, будут получать финансирование по ставке 1-2 ключевой ставки Центрального банка. То есть на сегодняшний день это 3,75 годовых. С крупными же предприятиями работа ведется еще плотнее. Подтверждение концерна «Тракторные заводы». Самая главная помощь, которая сейчас оказывается, это поддержка в инвестициях и в развитии инновационных продуктов. Мы совместно разработали основные стратегические направления, по которым концерн должен развиваться, чтобы по некоторым моментам опередить, по некоторым нагнать конкурентов то, что было упущено за вот эти годы финансовой нестабильности в концернах. И мы совместно сейчас эти инвестиционные программы реализуем. Узкие вопросы, заданные во время завтрака, обсудят отдельно по отраслевому принципу. Все сформированные сегодня предложения рассмотрят на республиканском уровне, более аргументированные на федеральном. Федеральный министр промышленности и торговли, где какие вопросы возникают сейчас по стандартизации, по сертификации, по таможенно-тарифной политике, вот любые аргументированные предложения он готов рассматривать, соответственно. И рабочая группа, управленская команда будет приезжать, будет по этим вопросам подсказывать. Чувашия готова к реализации более ста инвестиционных проектов. Только строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань открывает возможности для организации бизнеса вокруг, заправки, кемпинги и так далее. Есть и другие перспективные идеи. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.